Ну что ж, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мы сейчас рассмотрим графически, как на теле, ну, в общем, акценты на которые мы делаем Конечно, мы не будем все мышцы разбирать, да? Но самое основное, что нам нужно Значит, нужен нам, прежде всего, камень преткновения Это точка, где, собственно, касается позвоночник с крестцом, да? L5-1, как его найти? Ну, примерно, вот видно у человека ямочки, да? Вот, вот, на косточках, да? Примерно между ними, чуть пониже, чем они, вот на этом уровне Далее, здесь, почему это камень преткновения, точка? Потому что, вот, стыкуются позвонки Ты не шее, если зайве сюда на все себе мышцы спинное 50 Четыре, пять поясничных, да? L1, L2, L4, L3, L4, L1, L2, L3, L1, L1, L2, L6, L1, L6, L2, L7, L7, L3, L7, 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 L8, L6, L7, 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 L' Сcent люди, L7, 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 L7. и 5 вот позвонок я весь такой вот я срочи позвонков в крестце до 5 позвонков они также из боковые осуществления да и из них выходят нервы то есть четыре промежутка получается 1 2 3 4 который мы прожимаем здесь чаще все бывают грыжа в первую очередь здесь в меньшем случае здесь чуть меньше здесь ну и второе по количеству грыж вместо этого здесь нижние шейные позвонки как правило бывают грыжи разные и в середине позвоночника гораздо реже и грыжа шмурли грыжа что такое это выпячивание диска межпозвоночного то есть вот между между позвонками находится диск он выдавливается то есть это выдавливание зеленый диск да и красным показано как он опять выпячивается выпячивание выдавливает диска он тоже переживает вот нервный корешок радикулы называется либо сдавливает сжимает позвоночный столб нервный спиной мозг да и соответственно идет иннервация в ногу иннервация идет как правило из через седалищный нерв седалищный нерв седалищный нерв начинается вот здесь чтобы его найти мы должны определить точки ну вот этот ямочка до седалищную кость определяем где она здесь вот и без любви на гости в проекции конечно тяжело нарисовать тем более 7 смещается от кожи до вот если тут нарисовать их соединить получается треугольник до его это треугольника провести бисектрисы равновидно такой треугольник получается равносторонний даже сказал да то вы как раз попадаем вот этим бисектрисами на точку откуда начинается седалищный нерв он достаточно толстый толщиной с большой палец примерно идет проходит через эту седалищную кость мимо нее да и идет по ноге тут это он разваливается так нам нас интересует но во-первых все мышцы которые идут от бедра да и прежде всего грушевидная мышца ну давай ладно вот вот крестца вот отсюда идет грушевидная мышца накрепится вот здесь вот самая верная когда грушевидная мышца прижимает его к костям отсюда идет боль и иннервация в ногу это и шиолгия и шиас называется может не иметь стопа может не иметься нет здесь может иметь боковая часть ноги фасты накида может более 20 сюда но чаще всего именно в этой зоне идет болевой синдром также болевой синдром может здесь возникать из-за пережимания грыжи когда на передают нервные корешки а сегодняшний образуется несколькими нервами подходящими к нему называемым конский хвост и от верхних позвонков тоже это группа нервов который соединяется в один такой мир большой и толстый далее нас интересуют так вот сейчас покажу вместо крепления мышц до красным или зеленым будем зеленым рисовать большая ягодичная мышца она на самом деле на косточке да она крепче города не живут верить заканчивается здесь на идет вот так и вот так вот здесь мало ягодичная мышца между ними среднего лично мышцы новая часть находится в большей части под большой ягодичной мышцы скрыто чтобы то явно видеть поддерживаю ногу вот я вам стало видно смотреть вот большая вышивидная мышца да и даже можно ощупить вот средняя вот видно мало вышивидной мышцы и вот дело заканчивается вот видишь может пощупать вот вот заканчивается эта мышца теперь опуская ногу расслабляемся так черным будем строить это кости соответственно от этих мышц примерно нащупаем да вот такое расстояние идет гребень под воздушной кости вот тут идут ребра можно нащупать плавающие ребра примерно толщина ребер и расстояние между ними соответствует ширине наших пальцев поэтому когда делаем массаж от международной аллергии как раз очень трудно вписываемся между ними далее паравертебральные мышцы а это не одна мышца целый пучок во первых мы обращаем внимание какие мышцы вот на вот эти мышцы которые идут вот так это не одна мышца а целый пучок из разных мышц которые за собой скрывает ребер на позвоночнице сочинения вот они видны нужно прощупать они получаются стыкуются поперечными отростками позвонков вот здесь то есть примерно от оси позвонков позвонков то есть и статурский они должны быть могут нащупывать должны быть на одной оси если идет какая-нибудь сдвиг то это называется ротация его сублюксация подвое их и у человека идет искажение в позвоночнике далее так черном рисуем кости до рисунок лопатку пошла нас интересует ось клопатки переход по примерно отросток тут начинается включиться прошло вперед соответственно к ней крепится трапециевидная мышца до которая идет вот от нижних позвонков 12 позвонков таким направлением потихонечку выпрямляется здесь находится ромбовидное такое сухожилие дальше на этой мышцы лет вверх и до самого верха до шеи да и она обнимает спереди доходят до середины ключицы туда еще заворачивается до середины ключицы вот такая большая мышца и иногда делит анатомически на три части на две части мы получаются верхняя часть до нижней часть средняя часть но я считаю что достаточно 2 верха чисто вниз они отвечают за подъем лопатки до нижние отвечают за опускание лопатки переведение и приближение к позвоночнику костистом отростком соответственно сама эта мышца уникальна тем что она сама себе является антагонистом что такое антагонисты я уже рассказывал что у нас в организме нет ни одной мышцы которая бы работала самостоятельно дали на только на одном движении иначе было очень раздута правило мышцы работают синергично то есть к костям с одной стороны приходят мышцы да они их совместно эту кость двигают в ту или иную сторону с поворотами да это синергист и с другой стороны подходят мышцы которые являются антагонистами до которые в момент когда эти напрягаются сокращаются да то эти растягиваются перерастягивается самый простой пример этого бицепс трицепс если можно вот бицепс то мышцы бицепса когда они сокращаются вот да все тихо пауза уже часть так видимо вместе что вы разводе немножко место то есть получается эти мышцы сокращаются до рука приводится в условном состоянии мышцы трапеции ой трицепса они перерастягиваются да соответственно когда наоборот они сокращаются как управляются мышцы бицепса растягиваются получается не работают двух пути другое называется антагонисты так вот в уникальность том что вот это вот трапециевидная мышца она сама себе нас получается антагонистом то есть верхней части раз сжимает нижний растягивается нижняя жима нет верхней растягивается кроме того в подъеме лопатки и переведение ее назад у нас играют роль ромбовидная мышца большая и малая она идет большая ромбовидная мышца иногда они там бывают склеены то есть как одна мышца да то есть потом здесь же подъем лопатки подключается к этому уголку лопатки мышца идущие от соседнего отростка с той стороны шеи до элеватор мускул сливать раскапываются из мышцы поднимающим лопатку как это происходит мы уже показывали слабо открыть приводится вверх вот мышцы натягиваются вот видите поднимать эти мышцы ромбовидные сюда мышцы эти растягиваются эти напрягаются теперь чтобы их лучше увидеть держит округу кому-то воздаешься вот ведь четко видно мышцы можно прощупать вот смотри вот идет трапеция очень ярко видно а вот пошла задний пучок лишь идет нарисуем цветом вот задний пучок получается дельтавидной мышцы вот большая круглая мышца вот мало круглая мышцы вот средний пошел кучок дельтавидной мышцы и передней пучок дельтавидной мышцы но крепится нам уже спереди включится все пускай руку на стол на стол на стол вот такие вот фокусы получается и у нас соответственно точки которые мы прожимали да это мыши вот середина этой мышцы честно приподняты до уголок где крепится вот включится с окроме отростком точки вдоль уголка лопатки . здесь между большой малой кубой мышцы потому что кончится вот еще одна . как у культурная потом эту мышцу мы поднимаем вот тут находится . купить пожалуйста любом стол а тогда руки под себя вот открывается у нас позвоночник да можно хорошо увидеть вот соединение шеи позвоночника да сейчас мы нарисуем вот мощный позвонок перед грудной 2 грудной позвонок сделать влево чуть-чуть большой он раздвоенный добавим вот эта часть целевая на сюда вот они играют против друга когда мы будем ставить позвонки да надо будет обязательно поставить их оба потому что они друг против друга работают если что-то звену внизу в одну сторону дата для фамика будет в другую сторону так точки рисуем красным соответственно вот здесь мы проходили до . конфуция . посередине . здесь посередине ну там уже . рисовал начали криточки не буду рисовать да вот вокруг ухом и полной точки до вдоль линии осечения пошли точки так вот их мы прожимали прожимали вот эту точку подбивали до отдых поддушную кость до оттягивающего я говорил в кого-то вольный камень до ваша огне вовсе что сетверх да мы тянем выше все что сетниже нужно тянем ниже нас еще интересует квадратная мышца от греба вот квадратная мышца они цепляются к нижним ребрам права очень да и они так расположены и вот так расположен и подиагонали расположены вот мы не забываем про них проект их тоже растягивать когда делаем вот такие приемы и нож масло входит далее переходим к ноге здесь у наших мышц бицепс ноги она двойная двуглавая да с одной стороны слева и справа крепится к перцовой кости мышца ягодичная тоже двойная заканчивается и тут они сращиваются в одно сухожилие который переходит в архивово сухожилие вот отсюда да так здесь мы точки прожимали такие вот середина точки до вот точку по центру бедра на расстояние там 8 сантиметров выше . . здесь по центру бедра так и с медиальной стороны от 5 сантиметров отпуск поступаем . здесь находится 3 сантиметров влево-вправо где мышцы заканчиваются . находится между ними по центру еще одна точка между ними по центру еще одна . этих . на самом деле гораздо больше нам их не надо вообще все знают да мы же не точно массами занимаюсь это вот основное то что мы проходим даже в профилактических целях это уже тоже полезно так вот с этой стороны находится еще как была видна мышца которая такая плоская она лежит под большими вот этими икроножными мышцами я запасил собой еще одно учение на посуде ногу на себе вот видно четко видите вот мышцы и сюда так далее на стопах мы развиваем как бы ставку на сеточку но тоже китайские точки не проходим да и так условно это у нас не точный массаж значит у четыре точки условно где толстый кишечник и тонкий кишечник проходим здесь . где начинаются пальцы точки позвоночника который расположен так вот на месте заканчиваем не заканчивается кость здесь копчик да здесь пошел то есть не целый хребет лучшие дальше начинаете череп точек очень много висок сторон на пальцах и сердце на пальцах ну во всем этом видео не снимешь это лучше приходить на тренинг здесь вы все поймете это все на натуре на живых примерах далее точки у нас вот над косточкой да и под косточкой получается если другой стороны еще по другому вот это имеется ввиду вот это кость здесь 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 и здесь вот такие рамочки так ну в принципе это вот все основное что я сказал для массажа спины и ног точки на лице и рисунок вестерального массажа живота мы будем делать отдельно и об этом будет у нас следующий видеоролик поэтому вы пожалуйста не отключайтесь не теряйтесь подписывайтесь на наш канал ставьте плакать и чтобы не забыть увидеть следующее видео да и еще лучше приходите по на тренинг с вами был олег алабутин до новых встреч дорогие друзья пока пока